Рак Рак Короче, ребята, срочное включение, срочные новости. Всем привет всем нашим на юг, ближнее зарубежье, за Кавказье, за Балерия. Я сейчас нахожусь в 70 километрах от Полярного круга. Вот. И что хочу сказать, что недавно я ездил за него, за Полярный круг. И я почувствовал, почувствовал новый прилив сил, вдохновения. Теперь мы готовы творить, творить чудеса, творить искусство. Ладно, сейчас мы подождем немножко и сообщим, сообщим новые новости. Всем привет, ребята. Только, пожалуйста, не надо записывать эту хуйню. Работник месяца, работник месяца, работник месяца, в тебя хуёв сотня вместится. Ну чё там весело и интересненько. Я-я-я-я-я. Я за Полярным кругом в Рейзе Тэп записал. Не пизди, блядь, ты не был никогда за Полярным кругом. Чё, блядь, помешал моему фристайлу могучему. О-хо-хо, ждём. Ты, как я тебя обожаю. Ох, ты же моя родная. Жаба. Жаба. Это была жаба. Жаба Аркадьевна. Мать твою. Дайте нам хатико. Дайте нам хайпа. Так, была просьба записать всё, что будет на трансляции хорошо. Нет, не нужно ничего делать, ребята. Это, вот, это... Это, короче, фристайловый эфир. Заказывайте темы. Как в караоке. И всё будет окей. А мы похаваем поки-доки. Нам так не хватает поники. Я как бальбор, окей. Пойдёшь ещё на комплиментарный батл? Нет. Только если кого-то искренне не полюблю когда-нибудь. Про профессию. Йо. Моя профессия. Моя профессия это инженер. Каждый день как сбитый нерв. Я хожу туда-сюда, перебираю ебучее оборудование. Он так меня заебало, как дура, бля. Ты смотришь фрэшблат? Ну да, смотрю, конечно, это же моя профессия, блядь. Мне приходится смотреть. Конечно, смотрю. Конечно. 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 И... Я скайуокер. Я закончил курсы этих... Блядь. Блядь. Как их звали? Американские эти, которые, блядь, ходят в поход... Сквайр? Не, не сквайр. Блядь. Скажите, если кто знает... Скоро! Треки! Треки! Блядь. Я уже два года говорю, что ребята, скоро треки! Но теперь, точно, скоро треки! Скоро треки! Уже все записано! Ты с кочмой ебаная! Можешь фотку лайкнуть... Конечно, братики. Я тебе могу вообще... про тебе сергеев скучает в рот его ебал тим гулять пойдем за твои бабки любые удовольствия скауты точно я скаут во я скаут как скат дайте мне маска от маска я асгард на скарт тебе нравится как батлит микси я не понимаю почему эти консуция мирон особенно мирон много номер он много чего нравится просто он еще мало видел батл в живую поэтому пока что у него производит дикое впечатление вот я этим все себе объясняю и оправдываю можно сказать даже скажи пожалуйста я его в рот чабана самый далекий окраин вернись в ска нахуй мне эта доска я дерипаска на мне маска почти что хаски сос я учи хаски привет короче так вот ребята заполярный круг знаете раньше когда я жил в узбекистане я и подумать не мог что я когда-нибудь окажусь в заполярье кто-нибудь из вас понимаешь что такое вообще полярный круг заполярье или для вас это какой-то круг блять ну да это круг это мнимый круг который проходит по всей нашей земле вот и ничего особенного не происходит оказывается когда ты пересекаешь его только пиздец холодно салют всем городам всем поездам всем нашим братьям всем нашим матушкам любименьким родненьким пусть будут здоровы во имя а сука ты блять сука какая же ты сука вот такая вот наука в общем ребята просто на самом деле пиздец скучно сейчас жду обеда очень скучно я думаю блять чё же поделать ёбаный в рот хожу туда-сюда блять хожу хожу просто уже наебенил блять около десятки километров просто вокруг своего рабочего места вокруг своего стула и стола вокруг всего оборудование блять наебенил десятки километров и думаю ёбаный в рот век высоких технологий сейчас выйду и в эфир попизжу с ребятами они мне наговорятся к хуйни испортят мне настроение и все я заебись впаду в депрессию будет чё поделать ребята сегодня задача максимально испортить мне настроение и мы напишем грустную песню грустную песню о том об испорченном настроении максимальную пожалуйста окси тебя в твиттере заебал у меня нет твиттера у меня нет твиттера в смысле как давайте вопрос отвечай на вопрос окей давайте на вопросы отвечу на ваши вопросы надеюсь они будут максимально зашкварные напоминаю этот эфир для того чтобы испортить настроение вогнать депрессию меня в отчаяние бог тебя не любит страдай ну надо какую-нибудь более правдивую понимать чтобы за живое цепляло у тебя плов испортился кстати у меня дома лежит плов и он еще не испортился но знаете хуже он хуже чем испортился он без мяса там не осталось мяса но мы раньше в трудные времена когда у нас вообще не было мяса когда я жил в узбекистане мы вместо мяса варили яйца и хавали плов с яйцами вареными очень вкусно всем советую если у вас тоже нет мяса сейчас мы можем себе позволить немножко мяса но раньше вот с яйцами вареными было пиздата и вот я сейчас периодически вот сейчас я приеду и буду есть с яйцами потому что мясо кончилось вот да вот так было ребята да кстати кто не знает я пожарник грайм пожарный грайм пожарный работаю пожарником представляете никто не знал да об этом блять вот вот впервые признаюсь а собака где грайм пожарный я дам пожрать вам вся эта эпоха что-то ребята вообще не интересно можно что-нибудь поконкретнее посмешнее подепрессивнее по унылое что-нибудь можно веселое хочу хочу веселое и страдать хочу страдать можно что-нибудь панзающее чтобы я рассмеялся блять прямо сейчас пожалуйста есть какие-нибудь новые фишки панчлайны нету мне осталось десять минут ребята кто возьмет сезон блять я очень надеюсь очень что возьмет сезон ма ма о джо маконин я хочу что взял сезон и джим джим маконин о мсд как-то выиграл тебя помню вот уже ближе ты ближе братишка уже вот джо блять джи короче макон хочу чтоб выиграл так как батл рэпи сейчас творится полный хаос так пусть до конца гуляем валтасаров пир ебаный в рот а мы я отныне я просто наблюдатель просто смотрим со стороны наслаждаемся разлагаемся и очки свои забыл специально тебя пьем я бы очень хотел чтобы хотя хуй знает хотел бы я очень сильно справедливо было бы наверное чтобы вот блять сука если скучно пишите текста не могу себя заставить ребят не знаю что с этим делать просто не могу блять заставить себя сесть а блять мне пишут что-то ебашь тут смысле игнора я не видел я просто не знаю твой ник кто мне там блять чё я говорю сука я вообще запутался ребят мне такое ощущение что у меня вообще какие-то начинаются блять не знаю что хочу сказать конкретно блять пиздец пиздец просто память вообще я вообще выпадает стал ребята все лох пока короче о чём мы говорили какую-то тему живую подкинули и меня блять сбили в теге написали блять я не видел чё-то там писала поэтому как относишься к дип эксенсу о блять это мой любимый вопрос вообще дип эксенс это мой фаворит это мой личный идол кумир это блять дип эксенс это это вышка ребята это просто апогей блять батл рэпа я обожаю смотреть дип эксенсы и просто цитировать его сидеть и блять лучше не придумаешь чем дип эксенс пока есть дип эксенс батл рэп будет жить монтаж будет жить видео будет жить рэп будет жить дип эксенс большой тебе респект что тащишь на своих хрупких плечиках но с широкой костью батл рэп ваших отношений тебя трахает как относишься к рэдо блять не знаю никак не знаю вообще в смысле к творчеству рэдо я не знаю я не слушаю и ну блять я вообще не слушаю музыку ребята вот в чем проблема может быть в этом моя проблема реально я не слушал уже два года музыку представляете вот недавно подарили наушники я думал буду пользоваться ими но но так и ни разу ну слушаю иногда но пиздец раньше вообще не мог без этого сейчас короче что-то я блять загнался а представь что ты проходишь на фб4 а там раунд по 3 минуты это реально грустно для тебя ну вот ребята вы знаете что на фб3 тоже были раунды по 3 минуты меня это остановило меня не остановить они просят хел остановись и тут же спросят но на что ты способен кое наху команда окси или команда смоки блять здесь короче я не блять вообще пуху мне дает твои не знаю я есть отдельные персонажи пару человек которые мне заходят короче а в основном это пиздец за последний вот за последний батл я услышал панчлайнов меньше чем в одном раунде у например пьема нам нужны твои раунды по 20 минут конечно мне постоянно ставят ограничения говорят Тима по 3 минуты раунда я говорю ребят легко 3 минуты но в моей вселенной время двигаться по другому иначе смог бы взять ФБА4 блять все что угодно мог бы взять если бы очень хотелось но не очень хочется Савьер как тебе этот пиздец плохо как дип эксенс только рифмы похуже как тебе судейство плохо нормально в принципе я с ним согласен ну мы так обсуждаем конечно это можем немножко поспорить но в итоге к общему мнению приходим вот вот ну совместку я просто вылетел эх эх какую наху совместку как тебе летай летай это вообще шедевр просто блять это 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 добрый эль локо я вообще не могу это слушать я не просто не понимаю ноль панчлайнов ноль я не в обиду не знаю что там за чел производит впечатление очень добренького такого позитивно настроенного воодушевленного открытого парня вот безобидного но я не могу слушать где панчлайны эти истории ебаные канонады блять кому надо кому нары ебаный свет ребята пожалуйста больше панчлайнов либо шуток хотя я не знаю что-нибудь не надо просто рассказывать мне историю какую-то я вообще в ахуе сижу и думаю блять окей история она закончится чем-нибудь интересным а там в конце знаете что раунд там в конце там раунд вот какой нахуй флоу блять что это за блять ребята этот флоу из какого года такой флоу сделать просто блять я не знаю это же может быть я не знаю просто никто так не делает потому что так легко делать нет я думал так работает это типа типа вот короче хуй знает не заходят мне такие истории вообще в батл рэпе надо быть сложно быть в таком не знаю образе или как это в добром блять и я видел где он что-то сказал блять и как-то где же это было вот есть интересные моменты отыгрыш вся хуйня только с дикцией тоже да вот проблема и тоже побольше пончлайна бы хотелось ударных строк ты вот мне понравилось как там было ты читаешь как будто тебе здесь на всем похуй я читаю чтобы не опозорить вот эту кофту вот а так ну пока короче короче вот микси у микси есть потенциал нормальный более-менее если на фоне других рассматривать то там выступ вот просто всех остальных кого пока что видел вот будешь батлить на rbl да буду батлить на rbl только с дип эксенсом при его толпе буду батлить на rbl строго с дип эксенсом аааа с кем бы забатлил с fb4 с fb4 только с pm больше ни с кем блять остальные остальные вообще просто неинтересно было бы блять ну и у пьема тоже блять уже большая такая достаточно обширная обширная история вот ну и можно много чего предъявлять он конечно очень уверенно все подает свою позицию обозначает но в ней очень она тоже дырявая ну я не в том смысле но что в ней очень много проколов зазоров которые в которые можно потыкать если про серьезные батлы говорить как тебе браги браги короче нужно браги нужно что-то принять интересное чтобы полностью раскрыть свое сознание нахуя я вообще это говорю блять и этот советую что-то на серьезном ебле хуйня полная все это я блять делайте что хотите ребята вообще не слушайте никого блять делайте вот эту свою хуйню и может быть это даже лучше чем делать то что вам советую давайте делать хуйню все равно нормально на каждого на каждого артиста найдет свой слушатель на каждое очко свой на каждое очко много пенисов нормально жанр комплектарных батлов ожил да не знаю я тебе бы поспать мне вообще мне бы отдохнуть ребята я так постарел знаете сколько времени я не был на свежем воздухе сколько времени я не отдыхал не кстати недавно я поставил новый рекорд я не мылся 10 дней я был на выезде короче работал очень отважно вот и не мылся 10 дней представляете вообще не ну я умывался только и чистил зубы днем там и на ночь пиздец мне так пропах охуеть блять мне просто знаете от меня пахло блять сука прокисшей малины блять я не знаю от меня блять я ходячих блять испорченный холодец блять просто это пиздец какой-то был дипинцесс не самый слабый соперник дипинцесс не самый слабый соперник просто я не понимаю как записывают ну вот как некоторые люди записывают в топы некоторых других людей просто знаете я думаю я как шарю в батл рэпе понимаю что там что должно быть как иногда просто меня удивляют запросы масс я удивлен и подавлен одновременно срал сал кстати у меня есть рекорд я не срал один раз сколько было 8 дней не срал все знаете по какой причине я опять же был на работе а у нас там уличные туалеты ну как как в деревнях обычную улицу короче коробка деревянная и блять дырка в полу блять и в чем прикол была жесткая зима 35 градусов ёбанок я по-моему эту историю рассказывал не помню ну да ладно ну вот там глубокая достаточно яма но из-за того что так холодно было там 30-35 градусов каждый день короче обычно как срешь падает дерьмо и оно растекается да по всему этому по всему объему который под низом а тут из-за холода лепешки начали друг на друга складываться и замерзать они становились короче и начали не растекаться а расти в пирамиду и все дошло до того что вот из этой дырки из-под туалета дерьмо начало вылезать представляете и оно в итоге и все продолжали срать срать и никто не хотел убирать это и оно вылезло в итоге блять оно вылезло на полметра как люди подходили они срали стоя на сверху на эту хуйню и вот и оно выросло и в чем прикол знаете получился как огромный гамбургер то есть там лежит лепешка говна сверху бумажка говно бумажка говно бумажка блять я вообще был просто в ахуе с этого если честно это очень жестко и вот тогда я не срал вот по-моему восемь дней пиздец мне было очень плохо уже на улицу срать блять было очень холодно пиздец очком мерзло вот ну хорошо что у меня закончилась работа я приехал домой и обосрался блять вот у меня такое очень яркое впечатление осталось да в такой хуйне я вообще побывал и это я не пизжу я отвечаю блять как бы такое было блять что за работа такая свято не важно что за работа просто мы там выезжаем в тайгу грубо говоря где нет никакой связи ничего нету там ни связи ничего блять никаких удобств грубо говоря вот просто живем как ебаные звери когда можно купить скоро будет альбом скоро будет микстейп скоро будет клип скоро будет сайфер ребята уже все готово все на руках вот здесь вот я знаю что уже очень много времени прошло было время когда много очень спрашивали об этом обещалось обещалось но вот уже вот уже вот все ребят ладно я пошел мне пора see you блять что не завершается ебаный в рот вы меня видите еще или или нет уже блять вот я вижу лайки людей вижу а чё за хуйня не могу завершить нажать меня видно еще ребята или я завершил у меня виснет коменты еще идут давай на 140 бпм пишите эдику кингсти об этом пожалуйста ребята скажи блять напиши ему вот позови то вот это вот и он позовет меня звали где-то год назад но тогда я не мог блять как завершить то ебаный свет блять бесит сука Кнопка заглючила, ребят А, вот Продолжение следует...